Пока актёр на сцене с текстом в руках. Рядом режиссёр. Вместе ещё движения и интонации так рождается спектакль. Причём классика Эдмона Растана, Серано де Бержерак. В прочтении Вячеслава Стародубцева классическая пьеса обретает фантастические интонации. Всё действие из Франции перенесено на Луну. На то есть предпосылки. Их нужно искать в реальной истории и в самом тексте, уверен Стародубцев. По моему ощущению, это вообще Растан предвосхитил. Во-первых, он очень много исследовал биографию самого Серано де Бержерака. И почему он так много о Луне говорит именно из-за того, что вот эта черта реального де Бержерака ему понравилась. И я ухватился за это. К тому же реальный писатель Серано де Бержерак был одним из первых фантастов, кто написал о путешествии на Луну. Для создания атмосферы в театр пригласили художника из Санкт-Петербурга Жанну Усачёву. Вместе со Стародубцем они поставили на этой сцене наказанного распутника. И вот теперь в театре будут строить настоящий лунный кратер. Вот такой лунный кратер. Это статуя. У меня такая идея, что это греческие статуи, но идеал греческой красоты – это человек с очень большим носом. Пока кратер только в эскизах, зато актёры уже погружаются в лунную атмосферу. Очень интересно попробовать, даже нравится. Мы пробуем ещё под разную музыку делать наши этюды, да, и разминаемся. Мне очень нравится в лунной поверхности лететь. Но главное в постановке – это история о выдающемся человеке, о бесшабашном поэте, сатирике и острослове, у которого всего один недостаток. Каким он будет, пока держит в секрете. Это будет главная интрига. И эту интригу откроют уже в новом театральном сезоне. Ольга Сомкина, Игорь Белый, «Панорама». Ольга Сомкина, Игорь Белый, «Панорама».